Всем привет, мои хорошие! С вами Селена с своей, и сегодня у нас будет окрашивание. Посмотрите сейчас на мои волосы, да? Как вы видите, натуральный блонд на волосах, отросший корень. И здесь у меня есть еще, между моим корнем и осветленными волосами, есть желтая полоска такая вот, да? Здесь у меня еще темнее, здесь у меня еще темнее. Тут вообще у меня темень кромешная. В общем, вот такие вот волосы сейчас. А что я хочу? Я хочу вернуться в тот яркий блонд, с которого все начиналось, как говорится, да? И я хочу это сделать без осветления порошком. Что мы планируем делать? Я взяла краску. Красить меня будет, кстати, мама Чоли. Мама Чоли, поздоровайся, пока я сейчас расскажу все. Да, будет помогать мне мама Чоли. Всем привет! Потому что очень сложное окрашивание будет. Я сама не справлюсь. Она мне поможет хорошо все сзади прокрасить, потому что очень много темного. Сейчас маму или я расскажу, тогда намешаем и продолжим. Я взяла красочку Лонда 1289. Этой краской я когда-то красила свои корни. Когда у меня был осветленный блонд, свои корни, как видите, вот у меня где-то седьмой уровень, да, наверное, корней. Я поднимала этой краской без желтизны, девчонки. Это вот были прям находки мои. Мудовская краска Лонда. И я пересмотрела все свои старые ролики. Я искала тот самый блонд, который мне больше всего нравится. Это как раз-таки был блонд и корни покрашены вот этой краской. Прям идеально. Я тогда не оценила даже еще. Муд мне нравилось больше. Но потом, когда сравнила, я посмотрела, что у муда все равно желтизненка проскакивала. А у этой краски не проскакивала. Тут еще какой-то пингмент есть, он такой холодненький, но он смывается при первой же смывке. Короче, для окрашивания уже конкретного я взяла эту краску, но, как видите, у меня немножко разноцветие такое, да, на волосах. И я уже начала узнавать у мастеров, что мне делать, как бы мне лучше покрасить, с чего мне начать. С затылка, отсюда, с корней, с длины, как бы, да, что делать, чтобы равномерно все покрасить. В итоге мастер, которая меня стригла последний раз, ей сказала, что будет у меня такая-то краска, она мне посоветовала сначала сделать смывку. Потому что, говорит, вот эта вот желтая полоска, которая у тебя вот здесь вот идет, между, да, там, вот корнями и вот здесь, она не осветлится. Потому что, как бы, говорит, краска краску не осветляет, и, скорее всего, вот эта желтая полоска и останется. И чтобы она у тебя не осталась, я тебе, говорит, рекомендую взять эстель, именно эстель, смывочку вот эту вот, сделать все по инструкции. но она еще мне там посоветовала еще вариант, я вам расскажу сейчас, да, здесь три вот таких вот тюбика, все написано, там первый этап, второй этап и третий этап, нейтрализатор, говорит, сделай два раза, нанеси этот состав, потом через полчаса промокни полотенцем, не смывая, нанеси еще сверху, потом смой, нанеси нейтрализатор и через час уже можешь красить, крась обычно, начиная с корней, вот, и по всей длине, и тогда, скорее всего, когда ты вычистишь вот этот пигмент нежелательный, тогда ты сможешь ровненько окрасить все, в общем, будем экспериментировать, я не знаю, я ей как бы доверяю, то, что она посоветовала, потому что, когда я брала краску девочке, когда я покупала, девочки-продавщицы мне сказали, ой, а корни осветляются очень быстро, вам надо, наверное, с длины начать, то есть они мне порекомендовали сначала длину накрасить, а потом корни в последнюю очередь, понимаете, я представила, думаю, а как это, а как это, мама испугалась, говорит, ну, короче, в общем, я рада, что посоветовали нам такой вариант, будем сейчас с ним экспериментировать и в итоге посмотрим, какой же блонд у нас получится, в общем, сейчас я все намешаю, вернусь, смотрите, читаю инструкцию и прям моя девочка, вот, которая посоветовала, прям все четко, смотрите, в неметаллической посуде смешайте один к одному два первых состава, первый и второй, это у нас будет восстановитель и катализатор, нанесите один к одному, время выдержки 20 минут, возможно, применение тепла, да, кстати, мы сделаем тепло, дальше по истечению времени 20 минут промокните все полотенцем, оцените результат, если результат будет недостаточно, то нанесите свежий раствор сверху и вот смотрите дальше потом, тоже можно с применением тепла, процедуру нанесения свежего состава повторяйте до тех пор, пока не будет достигнуть желаемый результат, но она мне сказала, что два раза мне должно где-то хватить, затем промойте волосы большим количеством теплой воды и определите степень удаления красителя с волос, для этого нанесите на прядь волос нейтрализатор, третий флакон на 3 минуты и смойте водой, если цвет на пряди частично или полностью возвращается, ой, он еще может вернуться, то это свидетельствует о неполном удалении красителя и процедуру нанесения смеси необходимо повторить до желаемого результата, а-а-а, а он как бы как этот, как промокашка показывает, да? А сразу краску можно? Вообще она сказала, что можно, да, нейтрализатор не наносить, он, видимо, показывает, что... Разу потом сразу можно? Не сразу, через 45 минут, должны закрыться там чешуйки какие-то, через 40 минут после процедуры удаления краски волос готово к окрашиванию, тут все написано четко, поехали. То мы сделали, где-то 30 на 30 я сейчас смешала, первый и второй этап, сейчас помешаем вот так как следует все, Все, мама, начинай наносить, на корни можешь не наносить, ну, как бы отступая корни, потому что корни нам не надо же пигмент, вот где краска именно, поняла, где блонд, вот на этот блонд прям наноси, оно, это не краска, это просто будет вычищать мне, поняла, я держу, просто будет вычищать пигмент, который у меня в блонде вот там засел, поняла? Так, ну что, девочки, мама меня вот накрасила, я уже даже вижу, что становится более яркий, да, видите? Отчетливый прям яркий вот этот вот цвет, сейчас мы сделаем в тепло, сидим 20 минут и, и что? И потом смотрим, промокнем полотенчиком и смотрим, устраивает нас или сделаем еще. Можно использовать тепло, так будет быстрее, наверное, да, реакция. Сейчас полотенчиком еще намотаю, все. Вот мешок на голову и все. Подожди, а еще полотенчиком. Возможно, нам будет даже одного раза достаточно, вот такое полотенчиком повесить, а сейчас, может быть, даже феном немножко прогрею, потому что какие-то холодные концы, чтобы оно теплое и просто тепло там как бы содержалось. В общем, вернемся, посмотрим, что сделал этот Colorof. Итак, прошло 20 минут, я феном еще погрела вот так вот, давайте посмотрим, что у нас тут. Вот, посмотрим, тепленько, хотя кончики все равно какие-то холодные. Так, снимаем, о боже, у меня какой-то желтый, прям желтый. Смотри, мам, пожелтел? Ну, а ты как думаешь, промокнуть и еще сделать сверху свежий или достаточно одного раза? Да, я думаю, можно еще, наверное. Еще раз, да, чтобы наверняка. Ну, хорошо смывается, очень хорошо, и поэтому, мне кажется, да, что... Прикиньте, это вот он у меня изначально такой был. Сейчас, короче, сделаем еще свежачка сверху. Пусть уже, если убирать, да, цвет, так убирать, сделаем нормально, как следует. Мы прям полотенчиком вот так все пропитаем. Вот так уберем все излишки прям. Давай, может, ты пока попробуешь убрать излишки, а я намешаю нам следующее. Так, ну, как волосы пропитанные, сейчас, мне кажется, что понадобится даже меньше, наверное, да? Ну, да, они же уже пропитаны. Поэтому сделаем 30 на 30 просто, да? Это мы 60 получается. Вот так, чтобы покрасить все, я сделала 60 на 60. Все вместе, 120 у меня получилось. А сейчас я сделаю 30 на 30. Намешала еще 60, но мне кажется, 60 даже много, если честно. В общем, наносим второй слой. Ты как желтенький цыпленочек. Да? Да. Так, ну, теперь я беру просто побольше прятки, они уже пропитаны. Да, ты хорошо убрала, да? Ну, убрала, пропитала, как смогла, да. Сейчас мы нанесем свеженько, и все будет хорошо. Я в предвкушении, что будет? Ну, я не знаю, что будет, но, во всяком случае, я делаю то, что уже как бы считаю. То, что нужно, ты делаешь? Да, то, что я как чувствую, как я вижу. Я же художник, я так вижу. Так, ну что, прошел второй раз. Я вижу, что как следует все осветлилось, что вот стало все одним каким-то цветом, да? Вот так вот все. Я сейчас помою теплой водой, большим, с шампунем глубокой очистки, да, как следует все это дело вымою, да? Подожди, я нейтрализатор в какой момент? Опять я забыла, я только читала. Короче, вот смотрите, девчонки. Вот так вот. Ну, вообще там написано, просушите полотенцем и оцените результат. Ой, господи, я всего на лицо. Вот так полотенцем просушила. Оцениваем результат. Мама, что ты скажешь про результат? Ну, просушивай хоть нет, и так видно. Результат видно, да? Просушивай, нет. Ну, в общем, вот. Слушай, здесь у меня хорошо осветленный, на двенашки прям почти, да? Можно это... Вот здесь вот у меня получаются оранжевые какие-то непонятные штуки. А, еще там написано, что когда вы будете красить, нужно использовать оксид выше, нежели если вы обычно окрашиваете. Если, например, я корни окрашиваю на шестерки, да, то здесь мне нужно точно девятку брать. Если здесь бы, например, протонировала на тройки, то надо на шестерки. Так что я буду вот сейчас вот так делать все. В общем, пойду я сейчас все смою, прядку нейтрализовать и смотреть не буду. Я сразу все волосы пронейтрализую. Там на заднем фоне не меняются случайно это. Это шоколадки, бананы, яблочки. А что это шоколадка? Итак, смотри, не на девочки, ну в натуре, мам, ну давайте. Не что-то сама сказала. Пусть я просто сказала. Понимаете, я все уже мокрая. Эй, это... Такие все встали, встали, вскочили с кровати. В общем, я сейчас после двух раз вот этих смывок промыла волосы теплой водой, нанесла нейтрализатор, как бальзам, много-много, так все пропиталось. Подержала 3-4 минуты буквально, потом все это дело смыла и три раза помыла вот этим шампунем. Мне сказали какой-то жесткий, но мицеллярный шампунь, хотя написано мягкий, но он как бы неплохо мицеллярный, вам скажу так. Вот эта, чистая линия. Но у меня все остальные вообще бережные там для окрашенных волос, поэтому это самый был такой шампунь. Я им три раза помыла, не наносила никакой бальзам, ничего. Сейчас мы посмотрим в итоге, что у нас здесь. Чуть-чуть на волосы подсушу и 40 минут буду сидеть, монтировать видео какое-нибудь. Вот что у меня сейчас на голове. Сейчас, секунду. Вот. Волосы, конечно, ну в принципе особо они не попортились, но от того, что смылся вот этот вот пигмент, поняли, который, а он же чешуйки закрывает, тонировка, она же вообще красива так для волос. Сейчас все чешуйки открыты, плюс этот шампунь, все вот такое, мне кажется, сейчас. Соответственно, ну при этом волосы, да, такие сейчас, прям так очень хотелось бальзам на них нанести. Вот. Но мы не будем наносить, нам нужно аккуратненько их, кстати, расчесать. Вот эту вот расческу я брала в ленте, она мне очень нравится, правда. Ну-ка, вот сейчас я попробую. Без бальзамов, без ничего. О, ну в принципе аккуратненько вот могу расчесать, чтобы потом окрашивать нам было удобно, да. В общем, вот такая прядка получилась, достаточно ровная, да. И потом начнем. Нанесем корни сначала на 9%, по длине на 6 сделаем. И посмотрим, что у нас в итоге выйдет. Я надеюсь, будет красота. Видите, она как для мокрых волос, она очень мягенькая, и она прям, ну, их гладит, но при этом расчесывает, понимаете? Очень классно. Все. Ждем 40 минут или час. Ой, девочки, ну я очень хорошо подготавливаюсь к видео, поэтому, как только я собралась окрашивать волосы, я посмотрела, что у меня нет оксидов ни на девятке, ни на шестерке. Да, потому что, я помню, что я их покупала, но я их выпользовала, как бы, не на себя. Вот, ну ладно. Я сейчас срываюсь и еду в магазин за оксидом на 6%, на 9%. Заодно заеду на почту за посылкой. Василек! Что, мои хорошие, я сгоняла быстро в магазин, оказывается, у меня оксида не было ни на шестерке, ни на девятке, а я уверена была, что было. Вот, поэтому я побежала срочным образом, взяла 2 оксида на девяточке, 2 оксида на шестерочке, и мы сейчас будем разводить нашу красочку, еще раз покажу. Я сейчас сделаю половинку, возможно, у меня половинки хватит вообще на корни, потому что 1 к 2 разводится. Здесь мы будем делать 9% на корни, а по всей длине мы сделаем 6%. И все это будем делать 1 к 2. Все, сейчас намешаю и приступим. Я, на самом деле, ходила сейчас, пока смотрела на себя, но это желтый-желтый, просто трындец какой. Сейчас, кстати, приложу свои накладные волосы, посмотрю, как они сюда, вот такой цвет у них или как. Смотрите, девочки, вот они высветленные, реально, да? Смотри, Крис, идеальные. Короче, если что, на шестерке я сейчас покрашу, будет красивый цвет, я тогда просто вот эти вот оставшиеся тоже на шестерке покрашу. И все, и буду потом делать длинные волосы. Ну что, мои хорошие, мы сейчас намазали корни на 9%, нам хватило половиночки красочки, 1 к 2 сделать. Сейчас мама разводит целый тюбик, там у нас в тюбике 60, и сделаем 120 оксида. Это у нас будет 1 к 2 на 6%. И вот по всей длине мы сделаем целый тюбик, чтобы прям как следует все пропитать. Это у меня гость, Настюля, следит за красотой. Так, развела, вот получилось очень много, девочки. Еще хочу сказать, что краска Лонда, она очень густая, прям вот даже, вот прям вообще, смотрите, она не капает прям. Ну, как бы, вы поняли, да, вот, она не капает. И из-за этого, как бы, ее может быть даже больше расход, да, или нет, или нормально. Ну, как можно, ну, по корням у нас нормально. По корням хватило. Все, давай, теперь, значит, по длине все это дело. Поехали. Поехали. Ну, что, девочки, мама Чоли, в принципе, намазала мне все волосы, все промазала, но она говорит, я бы еще массировала и массировала. В общем, время-то я уже засекла, минут 40 мы будем сидеть, на корнях получается дольше, по длине на 10 минут меньше. Ну, суть одна. Она говорит, сейчас у тебя какие-то корни желтоватые, говорит, у тебя не получится разного цвета все. Я говорю, ну, не знаю, посмотрим, посмотрим. Они еще не начали темнеть, видите, они еще не начали сереть, они должны будут темнеть. Ну, тонировка все-таки там присутствует, вот. А пока мама мацает, немножко 6% заходит на 9%, ну, в общем, в общем-то, пока живо так. Сейчас поближе, что у нас тут, вот так у нас все здесь. Ну, здесь, понятно, белого много сейчас крема. В общем, давайте, когда он начнет, ну, когда уже перед смыванием, я вам покажу, как он потемнел. Что, мои хорошие, я просидела 50 минут, в общем-то, и вроде бы корни уже даже приобрели какой-то холодненький такой оттенок. Вроде желтизны конкретно я не вижу нигде. В общем, в общем сложности я 50 минут просидела. Побежала я смывать, и все-таки будем смотреть, что получилось. Итак, мои хорошие, я помыла голову. Сразу скажу, что мыла я шампуньком, вот таким вот, австрийским. Мне этот шампунька нравится, единственное, что я его в ленте брала. Единственное, что есть, где русский язык написано, а есть, где без русского языка. Вроде бы, как говорят, с русским языком лучше. Но вот я мою, мне нравится, пенится хорошо, классно очищает. А бальзам просто космический, вот этот инсайт. Я его как раз-таки брала в салоне, мне его подарили в салоне, хозяйка салона, большое-большое спасибо. Там, где вот София, мастер, где она меня стрижет горячими ножницами, и вот это она посоветовала мне сделать сначала смывку, почистить цвет, а только потом уже красить. И вот то, что мы сейчас делали, это вот она мне так посоветовала сделать. Это в этом салоне у них продается краска инсайт, они вообще работают на итальянской хорошей краске, у них и даже красители, то есть все модные, классные. Вот, это у них бальзам вообще волосы шелк, просто я 2 минуты подержала, и прям волосы шелк. И сверху я буду использовать вот такой вот спрей для блондина Кликата. Это спрей для лучшего расчесывания, и также он содержит сразу же термозащиту, то есть я побрызгаю, и будет счастье. А в следующий раз во влоге, так что подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан, вдруг первый раз подошел, пришел, да, подошел тут не быстренько, недалеко. Только подошел, сразу подпишись. Вот, я где-то во влогах сделаю вот такой вот уходик, это такое типа ламинирование корейское. Это я у своей подружки, у нее магазин есть корейский, если хотите, оставлю видео, ссылочку под видео в инстаграме. Вот, я у нее несколько таких заказала, буду делать уход, так как блондинки требуют ухода. Теперь давайте, я 2 раза помыла шампунькой, потом бальзамкой. Теперь волосы мне нравятся, классные, ну, я имею ввиду по ощущению, да. И вот, смотрите, что у меня на мокрые волосы. Я вам скажу, что будет пушка, когда мы посушим, потому что обычно на мокрые волосы, когда мы смотрим и думаем, вот жесть! А здесь же, посмотрите, какая красота, какая ровность, какой ровный цвет, понимаете, и нет желтизны какой-то страшной и кривой на корнях. Мне кажется, все так классно сделано, и если они на мокрых волосах классные, то я сейчас посушу их и просто буду счастлива. Мне так кажется, но давайте на всякий случай проверим. Для этого мы сейчас с вами сделаем спрей, то есть термозащита, плюс легкое расчесывание. Хотя, я думаю, они после бальзамчика сейчас бы легко расчесывались, но термозащита. По кончикам особенно, не жалеем, особенно после такого осветления. Вот, расчешем. Я расчесываю мокрые волосы, они расчесываются у меня легко. Это я в ленте взяла расческу, я уже говорила? Говорила, наверное, не знаю. Может, это в другом видео где-то было, я уже запуталась. Смотрите, как они расчесываются. У меня в жизни, вам скажи, волосы так не расчесывались? Вот так будут, чтобы мокрые расчесались. Они всегда у меня путались, у меня всегда была проблема с волосами. Мама замучивалась с ними, колтуны. Ну, может, я еще молодая была, конечно, этих уходов, может, и не было, да? Может, вампунью помыли, да, и все. Ну, да, даже бальзамов не было, уксусом полоскали. Уксусом полоскала волосами в детстве. В общем, вот, по длине, смотрите. Все, я пошла сушиться. Скоро вернусь. Та-дам! Ну, вот, мои девочки, смотрите, что получилось. Какой у нас красивый получился блонд. Я не знаю, как вам передает здесь камера. Я сейчас скажу, что я вижу в зеркале. Блонд красивый, шикарный, равномерный. Единственное, что вот эти вот осветленные пряди, которые были у меня порошком, они, конечно, такие светлые, и они вот этого тонирующего пигмента взяли немножечко больше. То есть, они чуть-чуть серее. Из-за этого, возможно, может казаться корень такой чуть-чуть на фоне этого желтоватый. Но так как я крашу этой красочкой не первый раз, я уже корни красила и также тонировала по длине этой краской, очень быстро с первой же помывки этот тон серенький немного смылся, и все сравнялось. Поэтому корень мне сам по себе очень нравится. Он такой, знаете, ну, не желтый. Он как раз-таки такой блонд, как мне нравится. Ну, посмотрите, по длине, да? То есть, он такой блонд, как мне нравится. То есть, он теплый, но при этом не желтый, который был страшный, да? Ну, и немножечко вот такого пепельного пигмента чуть-чуть взяли кончики и некоторые прядки здесь, которые очень сильно осветленные. Но в целом блонд очень красивый. Я довольна. Думала, будет хуже. После первой помывки все станет именно так, как я и хочу. Вот, опыт показывает. Давайте покажу вам так вот так, сзади. В общем, смотрите в моих влогах, как будет этот цвет смываться. Что будет оставаться. Я помню, что будет оставаться именно красивый, натуральный блонд без вот этой отразительной желтизны. И теперь, как вы понимаете, без осветления я могу просто брать эту красочку на 9% или на 6%, потому что на 6% я уже красила. Я могу просто подкрашивать корни. И будет такая же красота. Все, мои хорошие, надеюсь, вам понравилось. Яркая блондинка вас ждет впереди. Ну, я с вами прощаюсь до следующего видео. Жду ваши комментарии, ваши лайки и подписку. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok